Субтитры создавал DimaTorzok У ребят я доволен содержанием игры, доволен первым таймом. То, что, конечно, не забили, были два хороших момента в первом тайме, где нужно было реализовывать у Мирзова, у Ивановича не забили. Но потом случился инцидент на поле с Акинфеевым и с Ивановичем. Я не могу понять, как может такое быть. Это, наверное, только в российском футболе существуют двойные стандарты. Человека бьют по лицу, вся страна видит, а судья не видит. И добавок ко всему, Сынов Иванович получает желтую карточку. За что? Поэтому ошибки – это одна из главных тем. Когда идет такая борьба за очки, за выживание, они, конечно, очень негативно сказываются на состояние команды, на нервозность. Очень тяжело с этим бороться. Вы сказали, ошибки? Какие-то еще моменты? Конечно, вне игры не поднимает, выходит вне игры. Причем там не миллиметровые вне игры, а 2-3 метра офсайд. Человек опаздывает на 15 метров, опаздывает с моментом и не реагирует. На Мерзове чистые пенальти. Человека сзади по ногам бьют, сбивают – чистые пенальти. Понимаете? В центре поля борьба, я понимаю, за мяч. У ФИФА говорит одно, что подкаты сзади запрещены, а здесь идет подкат сзади в штрафной, и судья опять ничего не назначает. Понимаете? Как это объяснить? Мне тяжело что-то объяснить. У нас, я говорю, что я понимаю, когда человек может ошибиться, но когда это на протяжении, начиная с зенита, вот такая тема идет. Но на самом деле это уже как-то становится не по себе. Очень тяжело что-то объяснить и как ребят настроить в дальнейшем. Ну, понятно, что у нас была затянувшаяся серия неудачных матчей, и поэтому хотелось, конечно, ее прервать. И все-таки у нас еще остаются шансы на достаточно высокие места. Понимали, что игра не будет легкой. Во-первых, мы сейчас не в том состоянии, чтобы какой-то матч был легкий. Во-вторых, все команды, которые борются за выживание, тоже показывают очень колючий и такой неуступчивый футбол. В-третьих, конечно, в поле все-таки чуть-чуть тяжеловато. Поэтому понимали, что матч примерно будет так же складываться, как он и складывался. Вот очень рады, что смогли дадиться положительного результата. Понятно, что для этого потратили достаточно много сил. Слышали, как вы гнали команду вперед. Не было желания, наоборот, так, поосторожно играть, по спокойней, по двери кубковой встречи? Ну, когда будет кубковая встреча, мы с этой секунды начинаем готовиться к ней. А здесь надо было добиться результата. И это, знаете, может быть, со стороны кажется, что там 2-0 и уже игра сделана. Но на самом деле все, что угодно может быть. И мы должны были до конца встречи сохранить высокий уровень концентрации и мотивации. Что-то тоже, что сегодня не было даже заявки, его бережете как раз для кубковой встречи или наоборот? Тоже стромировал. Но он не сможет в кубке сыграть? Ну, я пока не могу точно сказать, но пока он не тренируется в общей группе. А ты не видел, если когда вернется Дзагоев? Скажите, что это остановление по форме ближе к концу месяца? Дзагоев должен с понедельника работать в общей группе. Окинфеева произошла с Ивановичем. Как-то это обсуждалось? Раздевал какая-то ваша реакция? Последовала или будет? Если честно, я не видел эпизода, потому что он был после свиска. Я уже отправился в раздевалку, поэтому даже не могу прокомментировать. Я не видел эпизода, а естественно в раздевалке мы об этом не говорили.